В назначенное время к месту собрания пришли жители 22-го квартала. У многих в руках цветы. Повестка была известна заранее. Первый пункт – чествование председателя комитета. Раиса Ивановна возглавляет квартал 25 лет. Кроме этого, она отметила личный юбилей. Это такое очень редкое явление. И тем более она у нас является и наставником молодежи, и в ТОСе она тоже является наставником, и меня в свое время учила. И всех квартальных помогает. Поэтому мы сегодня вот такой сход проводим. Так много лет заниматься общественной работой не каждому по силам. Нужно любить свой город, его жителей. Сама юбилейша считает, что работа в ТОСе – важная и яркая страница ее жизни. Большую, при большую мы пользу администрации помогаем. И учет, и там, и такой учет, и всякий учет, и учет. И мало того, что еще нужно по улицам ходить. Нужно смотреть, чтобы не было травы. Нужно, чтобы люди не ссорились. Ну, чтобы люди за мусор платили. Работа интересная. Конечно, без помощников не обойтись. И председатель называет тех, на кого она опиралась все эти годы. У меня квартальный комитет. У меня это сама Кабанец. Вера Ивановна, она помогает. И Рогожина Анна Сергеевна. У меня и даже товарищеский суд есть, Ивашин. Еще как мы давно-давно назначили. Так что он у меня председатель товарищеского суда. Так что у меня хорошо. И гречка по улице Чехова, как дворовые. Они и как в квартальном комитете, и как дворовые еще. Мы их так называем. И вот отметить многолетний труд Раиса Ивановна Жищенко приехали представители власти. Таких отзывчивых и настойчивых в решении вопросов, квартальных, в администрации высоко ценят. Замглавы города передал слова благодарности Алексея Матыченко и Максима Артеменко. Я лично вас знаю уже несколько лет. И могу только сказать самые добрые и положительные слова. Какой вы замечательный, добрый, порядочный человек. Патриот своего города. Своего маленького участка. Прямой и честный. Всегда честно, не стесняясь, можете сказать о тех проблемах, которые существуют. Зачастую кто-то и скрывает. С вами всегда приятно работать. Я надеюсь, что на долгие годы совместно с вами потрудиться. Хочется пожелать вам, конечно, только здоровья, здоровья и здоровья. Всего самого наилучшего. Раиса Ивановна, мы вас любим, ценим, уважаем. Искренне от чистого сердца. Позвольте вас обнять, поцеловать. Предственный адрес, подарки и море цветов. Поздравить уважаемую юбиляршу приехали депутаты городского совета и участковые уполномоченные. Все, с кем сотрудничает квартальный комитет во главе с Раисой Ивановной. Сообщать сделано очень многое. 22-й квартал активно участвует в общественной жизни и принимает участие во многих акциях. Одна из самых ярких – посылка солдату. Были и проблемы, но все удалось решать, говорит председатель комитета. Ведь ее окружают отзывчивые и доброжелательные люди. Хорошее то, что у меня люди хорошие. У меня не было никаких стычек, у меня не было скандалов. Мне никто не выгонял, мне никто не оскорблял. Не прогонял там от двора. Это очень много значит. А события какие? Мы, сколько раз у нас было наводнение. Это участвовало квартальное. В первую очередь квартальное участвовало. Сколько было выборов. Это в первую очередь, кто находит нас квартальных. Мы же не можем. Никто без нас. А так, ну как сказать. Администрация ко мне тоже неплохо относится. Я очень благодарна. Я вот даже немножко проболела. У меня администрация очень, как прям, знаете, как по-отцовски, по-матерински. Очень хорошо поддерживали. И звонили, и в больницу звонили, поддерживали. И по сей день меня поддерживают. Ведь болеть-то очень трудно всем. Но меня не бросают. Оценка органов власти высокая. С уважением к Рейси Жищенко относятся и жители квартала. Большинство пожеланий в этот день связаны со здоровьем и дальнейшей работой в этой же должности. Лучшее, самое квартальное. Вообще, я считаю, что в Лобинске. Так что здоровья, здоровья ей. Удачи во всем. Еще, чтобы поработала у нас. Ну а далее сход граждан продолжил обсуждать текущие проблемы. Говорили о ремонте дорог. Не все улицы пока удовлетворяют жителей. Хотя они отметили, что дороги в Лобинске в последнее время стали заметно лучше. На повестке вопросы пожарной безопасности. Из-за жаркой погоды необходимо повысить бдительность при обращении с огнем и не допускать сжигания мусора. Борьба с карантинной растительностью тоже в списке первоочередных задач. Амброзия вот-вот зацветет. Жители 22-го квартала, пользуясь тем, что к ним приехали городские начальники, задавали волнующие вопросы, надеясь на помощь не только исполнительной власти, но и представительной. Депутаты не оставляют без внимания просьбы своих избирателей. И на этом сходе они интересовались чаяниями горожан. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.